С вами Николай Пимненко в проекте Дата. 27 марта. Весь творческий мир отмечает сегодня Международный день театра. Первые постановки историки относят к 2500 году до Рождества Христова. Театр – сильнейшее оружие, но, как и всякое оружие, о двух концах. Оно может приносить великое благо людям и, может быть, величайшим злом. Так говорил Станиславский. Если двое разговаривают, а третий слушает их разговор, это уже театр. Так сказал польский актер Густав Хоубек. Ну и, наконец, поклоны – составная часть спектакля. От кометы в руках зрителя должен остаться хвост. Это Майя Плесецкая. Также 27 марта свой профессиональный праздник – День войск Национальной гвардии Российской Федерации – отмечают военнослужащие и гражданский персонал войск Национальной гвардии страны. История этих войск уходит корнями в эпоху Ивана Грозного. В разное время эту задачу выполняли разные службы и войсковые части. Гарнизонные полки, казачьи части, жандармские подразделения. Ну а теперь о родившихся в этот день. 1744 год. В этот мир приходит Алексей Иванович Мусин Пушкин. Граф, российский государственный деятель, археограф, историк, собиратель рукописей и русских древностей. Член Российской академии, президент Академии художеств и, пользуясь расположением самой Екатерины Второй, нередко использовал служебное положение, как водится, для пополнения своей коллекции. Вокруг Мусина Пушкина возник даже кружок, который занимался изучением отечественной истории. 1845 год. День рождения Вильяма Конрада Рентгена, который открыл и исследовал излучение. В итоге оно было названо его именем. Стал он первым лауреатом Нобелевской премии в 1901 году. Его имя получила целая наука рентгенология. В 1895 он открывает новые лучи, а за последующие два года публикует лишь три небольшие статьи о своем открытии. Позже, в дне Первой мировой, ученый продает все свои награды, вплоть до Нобелевской медали, а деньги отдает государству, цитата, для всеобщего распределения. Год 1871. День рождения Генриха Мана, немецкого писателя и общественного деятеля антифашиста. Перед Второй мировой войной в 1933 ему пришлось покинуть родину и искать убежище сначала в Европе, а затем в Соединенных Штатах. 1881 год. День рождения Аркадия Аверченко, русского писателя, сатирика, драматурга и театрального критика, редактора журнала «Сатирикон» и «Новый сатирикон». Личность Аверченко всегда была окружена мифами и слухами. В советское время, после того, как Горький почему-то назвал его представителем чисто мещанской литературы и до Хрущевской оттепели, имя его, напомню, оказалось под запретом. Только сегодня Аверченко возвращается, что называется, в полном объеме. 1886 год. День рождения Сергея Кострикова, нам более известного, как Сергей Киров, партийного лидера Ленинграда. В свое время претендента на пост генерального секретаря ЦК ВКПБ. Мстислав Ростропович, великий русский виланчелист и дирижер, родился в 1927 году, ну а в 1961 появился на свет Никита Джигурда, киноактер и прочее. 1963 год. День рождения Квентина Тарантино, американского режиссера, актера, сценариста, продюсера и оператора. Среди самых известных его картин «Бешеные псы», «Криминальное чтиво», «Две части убить Билла». Его первое место работы, кстати, было связано, разумеется, с кино. Правда, работал он там, где к его разочарованию крутили эротические и порнографические фильмы, а не настоящие. Цитата. «Кино – моя религия, а Бог мой покровитель». Алика Смехова появилась на свет в 1968 году, эстрадная певица. Американская поп-певица, автор песен, актриса и продюсер Мрайя Керри рождается в 1970-м, а спустя 17 лет, в 1987 году в этот мир приходит Полина Гагарина, российская певица, автор песен, композитор и актриса. Ну а теперь о некоторых событиях этого дня. 2004 год. Самым популярным человеком в Европе за последние 25 лет признается Папа Римский Иоанн Павел II. На первое место понтифика в этот день поставила большинство участников опроса, который был проведен британской газетой Financial Times. Вторую строчку в почетном списке занимает бывший президент СССР Михаил Горбачев. Ну а завершая тройку самых популярных представителей Европы – экс-премьер Великобритании Маргарет Тэтчер. В его вопросе принимало участие более 32 тысяч человек из 104 стран мира. 2011 год. Россия перешла на постоянное летнее время. Дальнейший переход на зимнее и летнее отменен распоряжением президента России на тот момент Дмитрия Медведева. Ну и последнее. Сегодня мы вспомним Юрия Алексеевича Гагарина, летчика-космонавта СССР, первого человека, который совершил полет в космическое пространство. Кстати, летчиком он стал в 1957 году и завершил свою жизнь тоже летчиком. 12 апреля 1961-го, как известно, совершил один виток вокруг Земли. Полет имел продолжительность 108 минут от взлета до посадки. А в 1968-м в марте он погибает. Погибает во время подготовки к полету корабля «Союз-3» в авиакатастрофе. Обстоятельства гибели под Киржачом в Владимирской области долго скрываются, да и по большому счету не прояснены до сих пор. Узнаем ли мы когда-то правду, сказать трудно. Но Гагарина мы помним до сих пор и будем помнить всегда, потому что он, если хотите, наше все тоже. С вами был Николай Пивненко в проекте «Дата».